Смотрите, сегодня мы рассмотрим такие компоненты, которые позволяют делать юзерам вывод. То есть мы рассмотрели уже много чего интересного, кнопки, поля для ввода, текстовые поля для пасвердов, для паролей и так далее. Иногда бывает необходимость дать определенный выбор пользователю, ну к примеру, галочки, радиобаттоны и так далее. Начнем с галочки. Что такое галочка? Это вот, допустим, смотрите, закрываю эту идею, здесь появляется такая галочка. Don't ask me again, да? И я могу на нее кликнуть. Давайте вот с нее начнем, я вам покажу, как добавить. Да, вот у нас стандартный есть jFrame, jPanel. Сейчас мы на нашу панельку добавим такой чекбокс. Соответственно, набираем jPanel, add, new, j, чекбокс. Сюда можно какой-нибудь текст. Не знаю. чекбокс лейбл. В принципе, как бы все. Соответственно, можем это все запустить. И видите, вот у нас есть такой чекбокс. Мы его также можем там проставлять в true. То есть мы там... У него есть методы getText, setText, то есть, понятное дело. Для того, чтобы сеттить туда текст или получать. И также у него есть isSelected и setSelected. Да, для того, чтобы поставить его или... Ну, поставить галочку или убрать ее. Дальше. Дальше. Иногда бывает такая необходимость не просто поставить чекбокс, поставить несколько вариантов, возможных вариантов ответа. То есть, так называемые радио-баттоны. Для этого нам и нужен jRadioButton. Равно new jRadioButton, в котором мы можем какой-нибудь текст. One, two и так далее. Парочку добавим. То есть, пускай будет первый, второй радио-баттон. Чтобы выбрать, можно было только один из них. Нужно их поместить в радио-баттон. Сейчас, как он называется. Баттон-групп. И теперь мы просто берем в баттон-групп и добавляем. ADD, jRadioButton1 и то же самое со вторым. И теперь эти баттоны еще мы добавим на панельку. jPanel, ADD, jRadioButton1 и 2. Какой-нибудь из них мы можем просетить. Ну, к примеру, я могу написать jRadioButton2, setSelected, true. Он у меня будет выбран. То есть, тот, который будет 2, будет выбран. И смотрите, запускаю. И вот у меня есть два радио-баттона. По умолчанию был выбран этот, но в итоге я могу выбрать только один из них. Их может быть 3-4 и так далее. То есть, мы даем определенный выбор пользователю. К примеру, мы можем взять дни недели с понедельника по воскресенье, дать выбор или в месяц какой-то дать выбрать, чтобы человек мог только один из них выбрать. Ну, и получить их, естественно, так же, как и с чекбоксом. То есть, isSelected, getSelected, getText, setText. То есть, стандартные такие свойства. Вот. Дальше я вам еще хотел рассказать о бордерах. У нас еще есть такой jBoard. Не, наверное, просто бор. Бордер. Бордер равен. Мы его получаем из бордер-фактори. У него есть несколько разных бордеров. Ну. Не знаю. Create. And hatcher.Border можно. И теперь этот бордер мы... JFrame. Set. Бордер. Или может jPanel. JPanel. Set. Да, вот он. SetBorder. И мы сюда с этом бордер. То есть, это такая штука, которая, ну, допустим, нам иногда вот эти вот кнопочки или еще что-то нужно поместить в определенные рамки. И мы можем с помощью этого бордера добавить эти рамки. То есть, смотрите, мы сейчас запускаем. И у нас вот здесь поверху пошел такой бордер. Мы его, правда, не видим сейчас. Но, и вот там можно настроить с помощью свойств. Могу вам, чтобы это было видно, сделать так. Смотрите. Бордер. Бордер 1 равен бордер-фактори. Create. Какие у нас тут бордеры есть. Сейчас смотрим. Title. У которого будет title. То есть, мы предыдущий поместим сюда. Вот таким вот образом. То есть, мы создаем бордер, помещаем его в title. То есть, это будет точно такой же бордер, но у него еще будет title. Сейчас увидим, что это такое. Просто благодаря этому мы хотя бы сможем увидеть этот бордер. Блин. Надо, наверное, было задать. Сейчас, давайте. У меня здесь есть где-то примерчик. А, вот. Title ему надо было просто здесь задать. Title. Запускаем. И видите, вот у нас есть title. И вот этот бордер пошел. Он здесь по кругу идет. Его там можно увеличивать, уменьшать и так далее. Мы можем какие-то определенные кнопки в него засунуть. Ну, то есть, сделать по красоте, чтобы было видно, да, что к чему относятся, там, как-то распределить. Вот. Обычно его используют с радиобаттенами. То есть, можно взять какой-то набор этих радиобаттенов и поместить их в такой бордер. В принципе, да, у нас еще один остался компонент, который я вам хотел рассказать, который позволяет делать множественный выбор. Это j-combo-box. Вот там равно, combo-box равно new, new j-combo-box. И он у нас, кстати говоря, насколько я помню, generic. То есть, мы можем туда стринги засовывать, или интеджеры, или еще что-то туда. Теперь combo-box, add, add item мы используем. И сюда стринги какие-то. One, two, three, и так далее, да. Теперь нам просто на j-panel мы добавим этот combo-box. Add, combo-box. В принципе, все. То есть, это у нас будет элемент множественного выбора. Дело в том, что иногда у нас действительно много, может быть, 10, 20, а то и 30 выборов. И делать столько радио-баттонов, в принципе, неудобно. Поэтому мы можем сделать вот такой вот combo-box. Сейчас вы видите, как он выглядит. Нет, не увидите. Почему? Что-то не хватает. Так, давайте взглянем, чего вам не хватает. Из моего готового примера. Странно, может бордер в конце самый надо переставить. И тогда все заработает. Давайте сейчас проверим. Да, все было из-за бордера. Вот видите, вот такой вот элементик мы добавили. У него есть три варианта. One, two, three. Соответственно, один из них мы можем выбирать. Получать его значение в Суденоке легко и просто. Да, вот эти вот три основных объекта, которые используются для множественного выбора в Java, в Swing. Вы должны уметь ими пользоваться. Получать с помощью getText и setText свойства. Также получать и сетать значение. Надеюсь, вам было интересно.